Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 22 марта, киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка за прошедшие сутки по оперативным направлениям и линии фронта от Харькова до Херсона. Ну, начнем, как всегда, с самого важного за прошедшие сутки. Это опять у нас трагическая ситуация, причем она и в Одессе, и в Запорожье. Это обстрел, ракет, нанесение ракетных ударов по нашей территории со стороны российских оккупационных войск. Самое страшное, самое сложное это Запорожье, потому что предположительно, как сообщает командование воздушных сил, вооруженных сил Украины, скорее всего, удар был нанесен именно из реактивных систем залпового огня. Скорее всего, это Торнадо-С. Дальность спуска этих ракет составляет, снарядов точнее, составляет 120 километров. Летят они на это расстояние очень короткое время, там буквально несколько секунд. И поэтому оповещение произойти не может за столь короткое время. Ну и, соответственно, у них поражающая, если осколочно-фугасные ракеты, то довольно большая, это довольно мощная дальнобойная система, реактивная, калибром 308 миллиметров. Отсюда, кстати, хвостовая часть, торчащая этого снаряда, торчащая из крыши здания. Вот. И количество пострадавших на данный момент, ну, во всяком случае, из тех источников, которые я просматривал, известно 18 пострадавших. Из них двое детей, 11 взрослых госпитализировано, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Семеро в среднем состоянии. Вот такое вот очередное военное преступление совершила Российская Федерация против мирных граждан. Причем на видео четко видно, что ракеты прилетают в жилой сектор. Никаких военных объектов там в ближайшем окружении этих ракет нет. Нету. Разрывов, точнее. Никаких военных объектов рядом с этими разрывами нет. И то, что ракеты легли кучно, то есть примерно в одном районе, говорит о том, что это был сделан пуск преднамеренно. Это не отклонение там одной ракеты от траектории, и она попала не туда. Нет. Это было преднамеренно наведение на жилые районы города Запорожье. И в Одессе тоже такая же трагедия. Там обстреляна, но там, правда, ракетами и беспилотниками нанесен удар. И в результате тоже есть пострадавшие и погибшие среди гражданского населения. Вот такое вот сегодняшнее утро. А вообще ночь прошла очень тревожно, в том плане, что был удар шахедами. Шахедов было выпущено 21. Из них 16 шахедов было сбито силами ПВО страны. Но 5 беспилотников достигли своей цели. Взрывы были слышны в Киевской области, Хмельницкой и Житомирской. В Хмельницкой области пострадавших нет, а вот в Киевской есть погибшие и раненые. Там сейчас разбираются завалы, там попали в общежитие учебного заведения. Ну а и в Житомирской области тоже есть пострадавшие. Это что касается воздушной обстановки за прошедшие сутки. Она была очень напряженная и, как видите, нам досталось в эти сутки довольно сильно от наших врагов. Далее по оперативным направлениям пройдемся. Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления. Здесь ситуация без изменений. На Волынском и Полесское направления группировки не формируются, мы не наблюдаем. Ситуация не изменилась. Она остается стабильной и контролируемой. На Сиверском и Слобожанском направлениях продолжаются обстрелы всех трех областей. Сумской, Черниговской и Харьковской. За последние сутки пострадавших нет, но тем не менее обстрелы нашей территории продолжаются. На линии фронта в Луганской области идут бои. Противник пытается проводить наступательные действия, особенно на Купинском и Лиманском направлениях. Успеха не имеет. Я так понимаю, они пытаются растянуть силы. Смотрите, Бахмут мы более-менее стабилизировали. Они ничего уже не могут сделать с Бахмутом. Да, и даже из того, что они там продвигаются на 100-200 метров на каком-то отдельном участке в Бахмуте. Или на его флангах, на Северном и на Южном. Но успеха это им не приносит. И несмотря на то, что ситуация в самом городе, там где они рвутся к центру с трех сторон. С севера, с востока и с юга. Все равно у них успеха нет. Поэтому они пытаются на сегодняшний день активизировать боевые действия на Купинском и Лиманском направлении. Вот от Кременной. Они пытаются наступать в сторону Лимана. Они пытаются наступать в сторону Купинска на севере. Но это успеха им не приносит. Мы отбиваем все атаки и растянуть силы обороны Украины у них не получается. Я думаю, что это основной задум, чтобы Авдеевка особенно активизировалась в последнее время и Купинское направление особенно активизировалось. Это попытки Российской Федерации отвлечь наши, заставить нас перебрасывать резервы с Бахмута. Там мы вроде как стабилизировали ситуацию. Теперь они начинают активность на других направлениях. И мы вроде как должны повестись на вот эти вот их попытки атаковать. Но мы не ведемся. Мы продолжаем вести оборонительную операцию. И, насколько я понимаю, довольно успешно. Сегодня даже президент Украины побывал в районе Бахмута. Вручал награды военнослужащим. Отмечены были в том числе и военнослужащие 93-й бригады. Этот номер промелькнул в средствах массовой информации. Так что более-менее... Хотя западные, допустим, западные источники говорят нам немного об обратной ситуации. Что Россия готовится к новому наступлению на Донецком направлении. Как оно будет выглядеть, трудно сказать. Потому что мы не наблюдаем формирование какой-то ударной группировки. Ну, если только в состав этой группировки не вольются танки, которые были замечены на эшелонах в Российской Федерации. Они движутся в сторону Украины. Это танки Т-54, Т-55. Странно, очень странно, что они снимают именно 50. Это танки, которые ставились на хранение еще когда Сталин был живой. То есть, представляете, сколько лет этим машинам. И вот эти Т-55, Т-54 движутся в сторону Украины. На платформах. В принципе, наше предположение, и в том числе и мое предположение о том, что не ровен час мы увидим 34-ки с красными знаменами на башнях, на полях сражения, он начинает потихонечку, потихонечку приближается к своей реализации. Вот. Если удивительный вопрос, единственное, что надо будет, постараюсь я в ближайшее время разобраться, поспрашивать информацию, почему россияне пропустили 62-ки, почему пропустили 72-ки, почему пропустили 80-ки, или там совсем все плохо с техническим состоянием, отсутствием запчастей, и они решили пойти глубже в историю и снять с хранения Т-54, Т-55. Ну, посмотрим. Также британская разведка нам дает довольно-таки оптимистичное сообщение, что наши войска не просто держат оборонительные рубежи на Бахмутском направлении, но и начали небольшое, провели, точнее, небольшое локальное наступление для того, чтобы ослабить давление российских войск на трассу Н-32. Это основная трасса снабжения вооруженных сил Украины, которые обороняются в самом городе Бахмут. Вот. И пишет британская разведка, нам сообщает об этом, что наша контратака на этом участке была довольно успешной. Мы отодвинули врага и более-менее обезопасили трассу, которая снабжает гарнизон города Бахмута. Вот такие вот военные события. Как общий итог можно сделать следующее, что в течение прошедших суток глобальных измерений на линии столкновения нами не зафиксировано. В основном идут тяжелые бои на Купенском направлении, на Бахмутском направлении и на Авдеевском направлении. А так линия фронтовая стабильна и фактически никаких изменений не претерпела. Из урожая наших сил обороны за прошедшие сутки силами обороны Украины было ликвидировано 920 российских захватчиков, уничтожено 5 танков, 8 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 2 системы ПВО, 16 беспилотников, 2 ракеты, 6 автомобилей и 4 единицы специальной техники. Вот такой вот сегодня богатый, я бы сказал, особенно на технику урожай. Но по личному составу мы привыкли, что примерно до плюс-минус такое число каждый день наши войска наносят поражение российским оккупантам. Вот, ну и это что касается военных новостей. Да, сегодня Севастополь не спит там с 4 утра, там постоянные взрывы, никаких комментариев официальных от нашего командования пока нету, но в 4.40 в Севастополе начался Армагеддон, стрельба, стрельба из стрелкового оружия, стрельба системы, пуски системы ПВО и взрывы. Причем взрывы были такой мощности, что в прибрежных районах, точнее в приморских районах, которые расположены ближе к морю, повыбивало окна и двери. Такие были мощные взрывы. Крымские власти сообщают, оккупационные крымские власти сообщают, что якобы была атака дронов, морских и воздушных, и они ее успешно отбили. Но если они успешно отбили, то тогда у вас взрывается береговая линия и объекты на береговой линии в районе города Севастополя. Так что вот такая вот там неспокойная ситуация. Кстати, некоторые радиостанции Крыма начали уже передавать сообщения о рейсах на случай экстренной ситуации, об эвакуационных рейсах на случай экстренной ситуации. А я скажу так, что по-хорошему, а и говоря там, что не забудьте тревожный чемоданчик собрать, так вот собирайте тревожный чемоданчик, но и кто за Россию, тогда лучше воспользоваться сейчас эвакуационными рейсами, чем потом в панике, как в 17-м году белогвардейцы бежать из Крыма на всех плавсредствах, на всех плавсредствах, которые будут отходить от причалов и пирсов. Поэтому подумайте сейчас, примите решение, сможете ли вы остаться в Крыму и нет ли за вами шлейфа преступлений, в том числе и коллаборации, чтобы не отвечать потом перед украинским законодательством, когда Крым вернется в юрисдикцию Украины, как это и было до 2014 года. Поэтому думайте. Большой скандал разгорелся в Российской Федерации, и не сказал бы не скандал, а паника, огромная паника, видите, мы плавно переходим к военно-политическим новостям, не будем делать уже разрыва. В Российской Федерации реальная паника. Возникла она в результате того, что, помните, было принято решение, и наши экипажи уже заканчивают подготовку на танках Челленджер-2. Так вот, в боекомплект этого танка входят снаряды с обедненным ураном. Это бронебойные снаряды, в которых есть стержень с обедненным ураном, и в России там уже просто истерика, и что они уже говорят, что будут приравнивать эти снаряды к применению грязной бомбы. И что это чуть ли не ядерное оружие, которое хочет Украина применить. Запад дает, а Украина хочет применить против России. Я напомню, согласно международного права, снаряды с обедненным ураном не фигурируют ни в одном документе. Их применение не регламентируется никакими, никак, не ограничивается. Точнее, не то, что не регламентируется, их применение не ограничивается никак. Ядерные угрозы они не несут. Химические угрозы они не несут. Почему паникует Российская Федерация? В чем проблема? Проблема в том, что бронепробиваемость такого стержня из обедненного урана, у него плотность в 2,5 раза больше, чем у стали, самой прочной. Не существует средства, точнее, не существует брони, которая могла бы выдержать удар этого стержня. То есть, применение этих снарядов это гарантированное поражение противника. Смотрите, если, причем стержень этот может пробивать до метра брони, и за счет выделения кинетической энергии он возгорается, и проникая в заброневое пространство, то есть в середину бронеобъекта, происходит воспламенение паров и пыли, которая образуется в результате разрушения этого стержня. Это является дополнительным поражающим фактором при применении этих стержней. Да, они обладают неким радиоактивным фоном, хотя они обедненные уран, там нет 235-го изотопа, но, тем не менее, он на 60% у него, и на 60% у него за счет этого снижается радиоактивность. При попадании пыли в легкие человека он получает дозу радиации, небольшую дозу радиации, и, соответственно, бронеобъект, который будет поражен этим стержнем, тоже может фонить небольшим радиоактивным излучением. Ну, всего лишь фонить. Если снаряд попадает в землю, то и стержень не претерпевает термических изменений, как при пробивании брони, то он просто остается в земле, и впоследствии его надо будет извлечь и частично рекультивировать землю, где он был, потому что он является тяжелым металлом. Вот и все. Это единственная, как бы, вредная категория, к которой он относится. Тяжелый металл и небольшое радиоактивное излучение. Но это для врага. А для наших военнослужащих он не несет вообще никакой опасности. Его применение, в принципе, абсолютно безопасно. И даже, скажу так, что там задают вопрос, а если в машину с этими боеприпасами попадет снаряд, допустим, машина, которая подвозит боеприпасы, попадет под артиллерийский удар. Ничего страшного, эти снаряды просто разлетятся. Они не могут сдетонировать, у них нет взрывчатого вещества. Они просто разлетятся и, соответственно, потом их собирают и утилизируют установленным порядком. Вот и все. Все, что есть. Но в России просто истерика, потому что ни Т-90, там прорыв, не прорыв, ни там активные защиты, которые они попридумывали на свои танцы, они ничего не спасут. От этих снарядов не спасет ничего. Вероятность поражения практически 99,9%. Поэтому такая истерика в Российской Федерации. Ну, опять же, возвращаемся к визиту Си Цзепиня. Он, видите, наделал очень много шума, но практически, скажу так, что многие политологи сходятся к тому, что много шума из ничего. Си Цзепинь постарался выдавить из Российской Федерации все, что он мог выдавить для полезного для Китая. При этом наобещал стреку Роба Путину и фактически уехал в Освояси. Про вооружение, программу вооружения речь не идет. Вообще. Зато Китай влез в программу Освоения Арктики. Подписал договор. Теперь Китай имеет полное право там проводить свои разработки и освоения. Китай получил доступ к программе энергетики, энергетической программе, к атомной программе. И, ну, все, что интересовало Китай. Ну, и плюс Китай пообещал, что будет покупать много газа и нефти. Российской. Но при этом участвовать в строительстве Сила Сибири-2 Китай категорически отказался. Некоторые источники говорят о том, что цена газа для Китая где-то колеблется в районе 200 долларов. То есть, это вообще бросовая цена. А по нефти, ну, если нефть марки Brent упала до 71 доллара на бирже, то Юралс торгуется где-то еще ниже. Там на 15-20 процентов как правило Юралс торгуется ниже. Так что, а по какой цене будет покупать Китай в любом... Ну, даже 200 долларов за газ это не рентабельная цена. Это не та цена, которая... Получается, что Россия еще доплачивает Китая за то, что он забирает этот газ. При этом ни о каких поставках вооружения речь не шла. Поддержка ВПК, ну, это такое дело, это очень растянутое понятие. Посмотрим, как Китай решится, не решится. Во всяком случае, многие политологи говорят о том, что вряд ли Китай решится. Мы уже говорили с вами об этом неоднократно. Вряд ли Китай решится на поставки даже товаров двойного назначения. Я уже не говорю о товарах военного назначения. Вот такая вот поездка. Си Цзипин закрепил свое преимущество. Путин поклялся в вечной любви и верности Китаю. Подписал все, что надо было подписать для Пекина и в надежде, что ему придет поддержка со стороны Пекина. Пекин, кстати, отказался. Китай отказался брать на себя роль главного миротворца в войне России против Украины. Сегодня там должен состояться некоторые источники с Банковой говорят о том, что может сегодня состояться телефонный разговор Си Цзипин и президента Зеленского. Ну, посмотрим. Я думаю, что президент Зеленский озвучит ему все то же самое, что он озвучивает публично, а именно переговорный процесс возможен, но только после того, как нога последнего российского, сапог последнего российского солдата уйдет с украинской земли и Украина восстановится в государственных границах, международно признанных. А это Крым в том числе. Так что вот такая вот ситуация по поводу посещения Си Цзипин Москвы. Далее с Пентагона нам приходят хорошие новости в том, что Соединенные Штаты в первую партию решили поставить Украине танки более старой версии Абрамс М1А1 и это позволит доставить машину в зону боевых действий через 8-10 месяцев, а не через год-два, как предполагалось изначально. Ну, там где 8-10, там может быть и 3-4. Так что, я думаю, что летом мы можем увидеть и первые, скорее всего, можем увидеть и первые Абрамсы на поле боя. Обычно всегда берется большой лаг по времени в плане поставок. Ну, а в дальнейшем я так понимаю, что нам надо будет выбирать на какой основной боевой танк мы будем пересаживаться. Почему? Потому что свой, когда мы сделаем свой, тогда будем говорить об отечествах. Ну, пока мы говорим о западных образцах. Далее, ну, про Севастополь я вам рассказал о том, что там про эвакуационные рейсы и про то, что там гремят взрывы с самого России. Ну, и вот сообщение Джона Кирби, советника по, точнее, этого самого, по безопасности представителя Белого дома, он заявил, что Россия в ближайшие дни попытается начать еще одно наступление на нескольких направлениях. Ну, я так понимаю, из того, что мы перечисляли с вами в оперативной обстановке, это будет те же самые направления, может быть, добавится углидар, может быть, хотя, вот, два дня, там, 24-го должна быть 37-я бригада прибыть под углидар, вот, российская, может, может быть, там еще добавится наступление. А так, в принципе, все обозначено, ударных группировок мы не видим формирования, поэтому они могут просто нарастить усилия в плане того, что усилить свои наступательные действия, то есть увеличить количество атак, вот, допустим, за прошедшие сутки 114 атак было на всей вот этой огненной дуге, как я ее называю, от Купенска до Марьинки, 114 атак отразили наши силы обороны за прошедшие сутки. Поэтому, как бы, очень интересное заявление, и Джон Кирби говорит, что Запад должен сделать все возможное, чтобы Украина была к этому готова, так как близится критический момент в войне. Критический момент это имеется в виду, что российская армия выходит на свое плато. Вот сейчас реально мы наблюдаем максимальные возможности российской армии. Ну, они могут чуть-чуть еще усилиться вот с теми танками Т-55, Т-54, которые едут на эшелоне в Украину. Вот, так что, ну, а большего на сегодняшний день ни наша, ни западная разведка пока не наблюдает. Так что, продолжаем готовиться к контрнаступлению, продолжаем формировать резервную армию, как ставил задачи президент Зеленский еще в январе месяце, вот, ну, и следим за ситуацией на линии фронта. Далее, Окроборонпром в кооперации с неназванной страной НАТО наладил производство 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Это уже третий вид боеприпасов, который производит Укроборонпром. Перед этим даже уже, наверное, четвертый. Почему? Потому что перед этим были мины 120-миллиметров, перед этим были танковые выстрелы 125-миллиметров, танковые снаряды, а еще перед этим самыми первыми Укроборонпром нам отчитывался о том, что они начали производство 152-миллиметровых боеприпасов к нашим артиллерийским системам. Дай Бог, чтобы были соответствующие объемы, потому что это очень важно для нас и потребность фронта сегодня мы выстреливаем 6-7 тысяч боеприпасов в сутки, а нам необходимо хотя бы выйти на 10-15 тысяч боеприпасов в сутки, тогда мы будем говорить, это примерно столько выстреливает сегодня российская артиллерия, и у них идет тенденция к снижению, нам надо развивать тенденцию к наращиванию. Ну что ж, вот такие вот новости, военные, военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в нашей стране и вокруг к нее, я как обычно по традиции сделаю паузу, у тех, кто еще не подписан, есть время подписаться на мой канал, поставьте лайк, все остальные, кто смотрит это видео, поставьте пожалуйста лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей, вот, и через некоторое время мы с вами продолжим. продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответом на вопросы которые вы задали к предыдущим видео и первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее здравствуйте вопрос если специализированный военный трибунал вынесет смертный приговор российским военным преступникам заочно возможно ли проведение казни непосредственно в месте их проживания и способом наиболее удобным для казни например там отравление автокатастрофа или расстрел снайпером ну давайте начнем с того что на сегодняшний день цивилизованная часть общества в мире накладывает мораторий на исполнение смертной казни несмотря на все демографические проблемы перенаселения планеты о котором нам говорят некоторые ученые не все с этим согласны вот смертная казнь является табу она на нем поэтому международный уголовный трибунал не вынесет смертного приговора как бы мы там не хотели но не вынесет это первое второе если да если брать гипотетически что будет смертный приговор то приводить его в исполнение незаконными способами это является преступлением если мы соблюдаем международное право то мы его соблюдаем до конца если мы не соблюдаем международного права то тогда зачем нужен Международный уголовный трибунал. Можно просто отправить киллеров на наемных, которые поубивают всех, кого надо поубивать. Заплатите деньги, дайте данные об объекте и киллеры выполнят поставленную задачу. Поэтому нет, так поступать нельзя. Во-первых, смертной казни не будет, во-вторых, никто не будет убивать их незаконно. Не кажется ли вам, что если Байден подписал этот закон, то первое, что у США есть, надежные данные о происхождении вируса, а второе, что выйдет реальная версия, а не лайт-версия. Это про закон, который подписал Джо Байден по рассекречиванию отчета американской разведки по происхождению штамма вируса COVID-19. Скажу так, что я даже не сомневаюсь о том, что Соединенные Штаты знают, есть надежные данные о происхождении вируса. 100% американская разведка нарыла данные о том, как вирус делался, для чего он делался и так далее. Именно в этом состоит суть влияния, ну давайте так скажем, слово шантаж я бы не стал употреблять, но влияние на международную политику именно в этом и состоит. Понимаете, да, они могут знать истину, они могут докопаться до сути вопроса и знать истину в плане происхождения вируса COVID-19. Но дальше, публикация этого доклада, тут начинается большая политика, тут начинаются политические игрища. А что выгоднее, понимаете? Что выгоднее опубликовать? Сырмяжную правду? Или, как говорят, горькую правду? Или сладкую ложь? Какие преференции, какие перспективы может получить Соединенные Штаты от такой версии доклада или от такой версии доклада? Понимаете? Я так думаю, что доказательную базу можно подвести сегодня под все. И вот, кстати, там написали в комментарии, я вчера, когда комментировал вот этот, по поводу этого закона, подписанного Байденом, по поводу исков о репарациях или против Китая. Так вот, я сказал, что иски будут на основании решения суда, который может состояться на основании поданных исков, а не там, то, что уже все, все, сейчас все опубликуют доклад и все побегут требовать с Китая компенсации. Нет. Если доклад будет опубликован в жестком версии, то тогда да, тогда все побегут в суд, Международный уголовный суд, такой же, как ГАГский суд, он, это суд ООН, просто расположен в ГАГе. Вот они побегут туда, подав иск и по решению суда, естественно, будет требовать с Китая выплаты репараций. Так что, это, вот это настоящая растяжка, вот это и есть политическая игра, большая политическая игра, в которой, ну, ковид это предлог. Вот, понимаете, это не вирус, который там заразил кучу народа и от которого умерла какая-то часть заболевших. Вот, а это предлог для политических, получения политических дивидендов одной из сторон международной или геополитики, мировой геополитики. Следующее. Здравствуйте, огромная просьба, расскажите, как устроена медицинская эвакуационная служба сегодня в войсках? С какого уровня имеется медик, чем его подготовка отличается от стрелка-санитара? С какого уровня есть врачи, парамедики? Какой уровень занимается медэвакуацией? Есть ли самостоятельный медвзвод с бронетехникой на уровне батальона? Какая техника применяется для эвакуации? Видел видео с эвакуацией на М113. Вариант так себе. На бумаге 4 человека, лежачими, на деле 1. Спасибо огромное, все будет Украина. Евгений Тель-Авив. Смотрите, стрелок-санитар, он как был, так и остался. И главная его задача, это остановка кровотечения и обезбавивание при необходимости и эвакуация раненого с линии огня. Дальше его подхватывает уже наша эвакуационная служба, которая везет его в стаб-пункт или сборный пункт для эвакуации. Все это выполняется в основном санитары и младший медицинский персонал. Машины могут применяться любые, какие только есть, любые подручные автомобили. И пикапы применяются, и легковые, и бронетехника применяются. Вы правильно сказали М113, но я удивлен, что один человек, там действительно, его знаете как называют? М113 наши солдаты уже прозвали бронированное такси. То есть там довольно вместительная машина. Есть специально, нам передаются машины санитарные, которые бронированные. Мы переоборудовываем своими силами, еще до войны начали это делать на базе МТЛБ, эвакуационный автомобиль гусеничный. Именно для эвакуации раненых. И раненые попадают на эвакопункт, который уже находится более-менее в глубине обороны. То есть стрелок-санитар вытаскивает его раненого с передовой. Его задача остановить кровотечение и как-то прикрыть раны. То есть наложить там турникет и если необходимо, вколоть обезболивающее. Дальше перехватывают его санитары, которые еще дальше его выносят к пункту сбора раненых и их транспортировки. И раненые транспортируются на эвакуационный пункт. На эвакуационном пункте находятся уже парамедики. Задача парамедиков стабилизировать этого раненого. Продолжает останавливать кровотечение, первичная обработка ран идет и подготовка его к транспортировке. Задача парамедиков на эвакуационном пункте стабилизировать раненого и подготовить его к дальнейшей транспортировке. Оттуда уже специализированным транспортом, потому что там уже более безопасное удаление. Специализированный транспорт это могут быть бронемашины, санитарные бронемашины. Вот кстати Люксембург нам 14 или 12 машин передал буквально на прошлой неделе. Бронированных скорых скорых помощи вот такими машинами. Опять же санитарная машина на базе НТЛБ. То что я рассказал вот такими. Их уже эвакуируют в медсамбак или в госпиталь. В зависимости от тяжести ранения и в зависимости от состояния стабилизации самого раненого. Могут его чем хуже состояние, тем везут в более близкое медицинское учреждение. Вот там уже находятся врачи. После эвакуационного пункта, где раненого стабилизировали и подготовили к транспортировке, его везут уже в медучреждение и он получает врачебную помощь. И здесь уже врачи начинают бороться за его жизнь, начинают уже оказывать врачебную помощь и дальше после оказания первой врачебной помощи он эвакуируется уже вглубь страны в зависимости от его состояния, тоже проводится для дальнейшего лечения и реабилитации. Вот примерно так построена система эвакуации раненых. Насколько я понимаю, на сегодняшний день у нас опыт 2014-2015 года к нам пришелся, вот здесь надо отдать должное нашему медперсоналу, нашим волонтерам. Вот эта система у нас налажена более-менее нормально и эвакуация раненых и спасение раненых у нас поставлено более-менее на такой стабильный конвейер. Так что вот примерно так это все выглядит. Добрый вечер из Запорожья. Скажите, нигде это не говорилось, что случилось с окруженным СОБРом в Балаклее при Харьковском наступлении? Ну смотрите, насколько я знаю, что действительно таких данных, я знаю, что они прорывались из окружения и в результате прорыва практически там, по-моему, никто не вышел. Вот такая информация на сегодняшний день. Кто-то попал в плен, сдался в результате действий наших войск, а основная масса при попытке прорыва, потому что к ним шли на помощь и при попытке прорыва она была уничтожена. Так что вот такая ситуация сложилась с этим СОБРом. Очень, кстати, очень мало информации именно по этому эпизоду. Добрый день. У меня вопрос. Если в Харькове разместить систему ПРО-ШАД, будет ли его эффективность лучше, чем Патриот? Или это обе системы хороши для противоракетной обороны города? Ну скажу так, что система ШАД, она не столько рассчитана для противоракетной обороны города или объекта, она вообще как бы строилась как глобальная система. Система ШАД, это высотная система, она в основном ориентирована на межконтинентальные баллистические ракеты. У нее высота поражения там до 120 километров, даже более. То есть она уже выходит в ближний космос и там в самой верхней точке пытается сбивать вот эти межконтинентальные баллистические ракеты. Поэтому система ШАД, она строилась уже для такого, для межконтинентальных баллистических ракет. А вот Патриот, он модернизировался для оперативно-тактических ракет и для ракет средней дальности. Поэтому я думаю, что Патриот все-таки будет эффективнее в таком звене. На будущее мы можем, конечно, себе от МБР надо будет все равно защищаться, потому что в мире парк вот этих тяжелых дальних ракет, он растет. И даже, смотрите, Северная Корея начинает там угрожать Соединенным Штатам. Да, и тот же Китай наращивает, они планируют там увеличить в, сейчас там 300 боезарядов у них, около 300. Они планируют там за ближайшие 10 лет увеличить их как минимум в 10 раз. Ну не в 10, а в 5, то точно. Вот, поэтому, поэтому все равно мы будем, но сейчас, вот в тех условиях, то что применяется сегодня по Харькову, я думаю, что Патриот или комплекс САМТИ был бы более эффективный, чем комплекс ШАТ. Пане Олеже, вітаю. Вчора спорився с лаптиногими с приводу калібрів. Сам инфо не знайшов в интернеті, сподіваюся, ви мені цю информацию дасте. Калібр перевозиться, транспортується до місця зарядки в розібраному стані. Чи комплекту? Мова про ракету, то боєво частину. Смотрите, нет, такие ракеты перевозятся только в собранном виде. Тем более, что калібр, он находится в контейнере. То есть завод изначально собрал эту ракету, пристыковал головную часть к ней и поместил эту ракету в специальный контейнер. Из которого пусковой контейнер. Там в этом контейнере еще есть заряд вышибной, который выбрасывает ракету до пуска маршового двигателя на ней. И этот контейнер, пусковой контейнер, ложится в транспортную кассету. И вот в этой транспортной кассете, там 4 штуки, по-моему, этих ракет, он перевозится уже либо на трейлере, либо на специально оборудованной машине, либо на железной дороге. Также может перевозиться на транспортно-заряжающей машине, если это пусковой контейнер для наземного комплекса типа Эскандер. Но эти ракеты перевозятся в контейнере. И фишка в том, что если вы, допустим, хотите применить ядерный боезаряд, то тогда эта ракета переснаряжается в специальных местах. Это ПРТБ, передвижные ракетно-технические базы, места хранения. Там эта ракета может быть, контейнер вскрывается, и головная часть может быть поменена на ядерную. И тогда она уже опять же запаковывается в контейнер, и она в этом пусковом контейнере ложится на транспортную машину и везется к месту, или в транспортную кассету, и везется к месту ее боевого применения. Теперь смотрите, вот то, что под Джанкою очень много разговоров, повредили, не повредили, была детонация, не было. То, что не было детонации, это вполне нормально. Допустим, не все ракеты могли сдетонировать. Могла сдетонировать одна ракета, этого достаточно. Дело в том, что вот этот пусковой контейнер, если его пробил хотя бы один осколок от дрона, от детонации другой ракеты в соседнем контейнере, все, она непригодна. И ее только в утилизацию, эту ракету отправлять, вместе с этим контейнером. Другого пути у нее нет, ее нельзя применять. Потому что она может сдетонировать прямо в шахте корабля или подводной лодки, откуда она будет пускаться. Это первое. Второе, еще раз хочу, заодно уже раз ракетную тему затронули, еще раз хочу объяснить, откуда калибры взялись в Джанкое. Потому что другой железной дороги не существует. Самое быстрое и самое выгодное перевезти из Керчи, точнее не из Керчи, а из Российской Федерации. Представьте себе, шел эшелон, снаряженный где-то там в российской глубинке, где находится завод по производству калибров. Поставили вот в эти кассеты, в пусковых контейнерах, сложили в транспортные кассеты, поместили на платформы. Наверняка укрыли чехлами, тентами, чтобы не демаскировать этот эшелон. И он пошел, дошел до Атамани, перешел через Крымский мост и не разгружаясь, для того, чтобы не затягивать время на перегрузку, он пошел железной дорогой на Севастополь. В Севастополе заходят корабли российской эскадры, черноморской. Они там стоят и они там же могут загружаться ракетами и потом выходить в море и производить пуски. Кстати, в лучшие времена они даже делали пуски прямо с рейда порта. То есть они выходили буквально из бухты и недалеко от самого порта производили пуски. А железная дорога в Крыму одна, она идет из Феодосии, точнее из Керчины через Феодосию на Джанкой, из Джанкоя с ответвлением на Симферополе и в Паторию идет на Севастополь. Железной дороги вдоль трассы Таврида, которую сейчас там пытались построить, но так и не достроили до конца россияне, не существует. Вот поэтому в Джанкой оказался этот эшелон. Как только он прибыл в Джанкой, разведка сработала и мы бабахнули. То, что они детонировали, неважно. Посекло осколками, ура! Все, теперь попробуйте, засуньте этот контейнер, посеченный осколками в подводную лодку и пусть она сделает пуск этой ракеты. А мы похлопаем в ладоши, когда ее разорвет в клочья. Вот, эту подводную лодку вместе с экипажем. Так что, вот такая вот ситуация и вот так вот примерно обстоит дело с этими. Оно снаряжается, ракета изначально она снаряжается на заводе и закладывается, крылатая ракета, закладывается в пусковой контейнер. Что вы думаете про украинский спецназ? Чи могли, чи вони одни з найкращих в свитове на одному рівні с британскими САС? Чи морскими котиками своими навичками та досвидом під час війни? Ну, скажу так, что да, примерно можно сказать, что на сегодняшний день наш спецназ, наверное, один из лучших. Почему? Потому что наш спецназ реально воюет, имеет боевой опыт и такой войны со времен Второй мировой еще не было. Все, что там были конфликты, вооруженные инциденты и прочее, прочее, это все не идет ни в какое сравнение по сравнению с той войной, которая идет сегодня у нас. И то, что наш спецназ вот так эффективно воюет, то скажу, что да, можно его считать, наверное, одним из лучших на сегодняшний день в числе ведущих армий мира. Наверное, так. Может быть, еще наш спецназ может частично уступать это израильскому спецназу. Почему? Потому что израильский спецназ тоже постоянно находится в боевых действиях, тоже постоянно набирает боевой опыт. Хотя там у них своя особенность. Там, во-первых, пустынная местность, во-вторых, там характер войны, ну, будем говорить так, более партизанский, чем вот такая вот масштабная и открытая война прямых боевых столкновений. Тем не менее. Смотря на огненную дугу, возникает вопрос, почему армия Российской Федерации не атакует со стороны Горловки в направлении Нью-Йорка. Хотелось бы узнать причину боязни наступления армии Российской Федерации. Дело в том, что невозможности, небоязни они не могут, у них нет сил и средств. Для того, чтобы, смотрите, Российская армия сегодня попала в патовую ситуацию. В чем ситуация заключается? В том, что они не могут уже сейчас, как в поговорке говорится, коней на переправе не меняют. Они не могут сейчас изменить направление главного удара. Изначально была поставлена политическая задача захват Донецкой и Луганской области в административных границах. И они начали наступление. Вспомните, первая была попытка от Кременной, но мы их там начали поджимать, и они не стали развивать его. Потом был Бахмут. И они сейчас прут от Бахмута. Сейчас Российская армия не может ослабить натиск наступательный, потому что мы сразу же перейдем в контрнаступление. Вот и все. Поэтому уже переброски там, они еще могут начать наступать на каких-то других направлениях. Ну вот как Угледар мы сейчас ожидаем, как Купинск мы сейчас тоже ожидаем усиления. Вот то, что я говорил, британская разведка говорит, что готовят они наступление. Ну да, привезут они еще личного состава, добавят они там еще стареньких танков. И пойдут наступления, ну насколько хватит у них ресурса, людского ресурса. Потому что первую волну они вычерпали в ресурсе, а вторую волну они сформировать не могут. И не только по причине того, что они не успевают ее набрать по повесткам, отмобилизовать. А того, что ее нечем экипировать и не на что сажать. С техникой огромные проблемы. Кстати, снятие с хранения Т-54, Т-55, которое мы наблюдаем на эшелонах, говорит о том, что огромнейшие проблемы с техникой. Огромнейшие проблемы у Российской Федерации. И слава Богу, аллилуйя. Наконец-то они начались, эти проблемы, в таких масштабах. Что ВПК не в состоянии сегодня обеспечить потребности российской армии в Украине. Поэтому они и не могут изменить сегодня. Они вынуждены атаковать там, где они атакуют. Как только они остановятся, мы пойдем в контратаку. А еще чуть позже мы нарастим усилия и можем начать контрнаступательные операции. Поэтому у россиян все, у них до последнего россиянина только наступать. Только давить на нашу оборону, только давить на наши войска. Не считая с потерями, что нас в принципе полностью устраивает. Они сжигают свой личный состав в этих безуспешных и безумных атаках. Мы тем самым снижаем их боевой потенциал. Да, иногда потихонечку отходим. Но тем не менее мы перемалываем российскую армию. И когда за спиной российского солдата не останется резерва, вот тогда мы перейдем в контрнаступление. Прокоментуйте, пожалуйста. Слава Украине, смерть оккупантам. Но то, что население оказало огромное сопротивление, это правда. Вот это тоже. И с логистикой разбиралось население. Кстати, есть примеры, точнее, когда местные мужики брали охотничье оружие свое и уходили просто на охоту, охотились на российских солдат, как на этих самых, на диких хабанов. И отстреливали, устраивали засады, отстреливали где могли, пугали, портили. Помните даже случай, когда бабушка крысиного яда пирожков напекла и из крысиного яда сыпанула, пошла и накормила российские экипажи пирожками с крысиным ядом. Вот действительно такое было сумасшедшее сопротивление населения, на что русские вообще не рассчитывали, входя в Украину. Что касается Юга, то я с вами абсолютно не согласен. Вспомните Херсон, вспомните, какие демонстрации там были, когда Николаев защищался. Поэтому нет, там очень даже население пыталось... Конечно, когда пришла регулярная российская армия, то сопротивление было подавлено, ну вот это открытое вооруженное сопротивление было практически подавлено. Очень-очень жестко и очень быстро. И началась, кстати, партизанская война, которая продолжается по сегодняшний день. Вы посмотрите, как в средствах массовой информации возникает постоянно, точнее появляется информация о том, что там гауляйтера местного назначенного рашистами взорвали, там убили, там застрелили. Коллаборантов. Так что там партизаны работают от и до. На Востоке, да, согласен, там есть часть населения, которая настроена пророссийски, которые ждут Россию как освободителей. У наших военных даже появился термин, ждуны. Они их называют. Но люди очень быстро себя проявляют, особенно когда приближается фронт. И для наших военных становится понятно, кто за Украину, а кто за Россию. И тут, вот здесь, да, Восток немного подводит. Хотя я знаю очень много людей, в том числе из Востока, которые патриотично, которые сражаются сегодня за освобождение восточных территорий, потому что, как один мне знакомый говорит, я не донецкий, я дончанин. Понимаете, вот в этих двух словах, донецкий и дончанин, она колоссальная разница. И человек себя ощущает украинцем, человек себя считает, он реально патриот, он помогает вооруженным силам, и он дончанин, он не донецкий. Это колоссальная разница. Но процент коллаборантов согласен, и сепаратистов согласен на Востоке, наверное, самый большой в Украине. Я не говорю, что там цифра запредельная, но все равно его в общей доле социальных настроений, там самый высокий этот процент. Ну, это, в принципе, все исправимо. После нашей перемоги все станет на свои места. Такой вопрос возник. Только что посмотрел видео о поставках снарядов и вспомнил Великую Отечественную войну. А как тогда решался вопрос износа стволов? Судя по истории, интенсивность была намного больше. Ну, не только интенсивность, но и количество артиллерии было намного больше. И, соответственно, количество случаев разрыва артиллерийских стволов тоже было намного больше. И не только на артсистемах и на танках в том числе. Тогда очень слабо следили за износом каналов стволов. Но за счет выпуска промышленности, особенно уже 43-44 год, когда Советский Союз перевел экономику на военные рельсы, тогда просто шла замена. Износ орудий, когда начиналась опасность, выявлялась опасность разрыва ствола в результате его износа, то орудие просто списывалось в утиль. И их собирали специально, были тыловые бригады на каждом фронте, которые на полях сражений собирали всю подбитую технику, брошенную технику, поврежденную технику. И она отправлялась либо на ремонт, либо на переплавку, то есть на металлургические комбинаты. Разбиралась и отправлялась таким образом. Но во время Великой Отечественной войны это только зарождалось. Ну, как говорят в армии, все уставы и все приказы пишутся, как правило, кровью. Кровью артиллеристов, которые погибли в результате разрыва стволов, которые были изношены уже просто до невозможности. Тогда и создавались правила, сколько настрел проводится, как измерять удлинение зарядной камеры, потому что тогда не было артиллерийской баллистической станции, которая бы определяла потерю начальной скорости и по табличке можно было бы определить износ канала ствола. Нет, тогда замерялась зарядная камера, ее удлинение. Вот, могла быть калибровка специальными кольцами, калибровочными, которые показывали износ, внутренний износ канала ствола. Ну, когда за этим следили, тогда проблем не было. Орудие просто своевременно уходило в переработку или в капитальный ремонт. А когда за этим не следили, то, как правило, заканчивалось разрывом ствола, разрывом снаряда в канале ствола и гибелью расчета, как правило. Правильно ли я понимаю, что в первую очередь подкалиберные снаряды эффективнее против, эффективнее против экипажа танка, а в самой броне эта стрела делает маленькую дырку. Но, хватает ли материала в этой стреле, чтобы потом поразить весь экипаж? Мне как-то кажется, что один боец с собой и закроет все элементы поражения. Вы не правы, потому что подкалиберный снаряд, вот эта небольшая стрела, она при ударе по танку выделяет огромное количество кинетической энергии. И те осколки металла, которые отлетают от внутренней стороны брони, они секут весь экипаж. Это первое. Второе, при пробивании танка, да, у механика, допустим, если в башню попало, у механика есть шанс выжить в этом случае. Но те, кто находятся в башне, допустим, если это современный танк и экипаж 3 человека, то командир и наводчик погибают. Погибают от осколков, погибают от вот этого кинетического удара, который сотрясает танк. Но механик в этом случае может остаться в живых. А если, допустим, эта стрела попадает где-то в район боекомплекта и он детонирует, то понятно, что весь экипаж танка просто погибает в этом случае. Ну что ж, на этом, наверное, мы вопросную часть нашего с вами видео на сегодняшний день закончим. И у нас остается еще остается еще с вами комментарии, пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И сегодня они и приветствия тоже есть. И сегодня прозвучат они следующие. Успешность боевых действий не измеряется только под продвижением войск. Значительно больше значения имеет наносимый врагу урон. Спасибо за ваш труд. Героям слава, смерть фашиста. Так, секундочку. Ну вот, из Литвы такой комментарий. Дякую Олег, что озвучили помощь граждан Литвы. Это самое сладкое, когда люди хотят помочь, отдают деньги, и если мы слышим, что, например, переданный Литвой Байрактар, ястреб, поразил какую-то цель, то тогда нам еще больше хочется помочь. Понимаем, что это капля в море, точнее в озере, но если их скапливается много, то это вызывает положительный эффект. вот такое пожелание из Литвы. По поводу мощного военного союза России и Китая. Китаю никакой союз не нужен. Он ни за кого. Он сам за себя. Снисходительно наблюдая, как Россия разрушает свою экономику военными конфронтациями, китайцы спокойно ожидают распродажи российских ресурсов по дешевке. Они не просто ожидают, они их покупают по дешевке, те ресурсы, которые Путин сегодня готов распродавать налево-направо. Кстати, китайский язык сложный, но две основные фразы «Хозяин, не бей меня», и «я и так много работал», и вторая фраза «Хозяин, дай мне немного риса, я не ел уже три дня». Выучить нужно быстро и обязательно, для россиян. Вот такой вот комментарий. Да, когда-то дежавю, это мы проходили в Советский Союз, когда Сталин и Мао, русские с китайцем, братья навек, даже была купюра в 400 юаней выпущена, такая, где был Сталин и где был Мао Цзэдун. Вот. И, но тогда Китай боялся Советского Союза, и Сталин додавил Мао до подписания договора, и действительно Китай побаивался Советского Союза. Сейчас все наоборот. Кто кого побаивается. У Японии есть танчики тип 90, которые развивают 75 км в час движений задним ходом. Более интересно то, что предыдущая модель тип 87 сейчас заменят на тип 90. Не окажутся ли в Украине эти танки? Интересно. Вполне может быть, что мы можем увидеть какие-то там. Вообще Япония, я говорил, что Япония, я так понимаю, сейчас подходит к такому распутью начинать военную помощь Украине или не начинать. У Японии есть такой шанс или окно овертона выйти из этого глухого угла в плане военно-технического развития, в плане военного сотрудничества на внешних рынках. Пока что до сегодняшнего дня Япония четко соблюдает договоренности по окончанию Второй мировой войны. Ну, когда-то все заканчивается, ничто не вечно под луной. Так что я не удивлюсь, если Япония завтра нам даст винтовки и гранаты, потом противотанковые средства, а потом может быть и изделия тип 87. Это так они называют свои танки. К визиту премьера Японии. А я ведь защищал Курильские острова от японских империалистов. Однажды интересные служили однажды тревогу объявили и из четырех тягачей завелся только один. Что ж, захотели бы японцы нас действительно напасть, думаю, проблем бы с нами не было при такой технике. Недавно видел репортаж о своем острове и в видео попала и моя часть остров Итуру. Слов нет, полная разруха. Так что напади сейчас Япония, думаю, тем более никаких проблем бы не было вернуть себе острова. Так что слова российской бесхозности и коррупции верной дорогой идете товарищи путиноиды. Вот там действительно на островах разруха, на Сахалине разруха, люди бегут, снабжения нет, Советский Союз создавал там рабочие места и даже доплату платил, там были категории снабжения, товары стоили чуть дороже, но они все были по сравнению с сегодняшним днем, а сегодня там кроме действительно пустых домов, кучи свалок вокруг них больше ничего нет. Никто энергоатом приватизировать не будет, не верьте в этот бред, есть много пояснений, будет строительство новых блоков с западными инвесторами, но оператор будет на наэк, просто будут разные доли от выработки электроэнергии. Ну, ваши слова до Богу лучше, дай Бог, чтобы было именно так, как вы сейчас написали. Где-то читал, что таракан может жить без головы трое суток, но оказалось, что большая часть россиян без головы могут жить десятилетиями, россияне переплюнули тараканов. Вот такое сравнение. Кстати, таракан умирает не от того, что ему оторвали голову, и там нету связи, допустим, с мозговым центром, а от голода. Потому что голова, он, как говорит в анекдоте про боксера, зачем вам голова, он говорит, держать удар, а еще я в нее ем. Так вот таракан тоже в нее ест. Если ее оторвать, он умирает с голоду. А не от того, что ему оторвали голову. Конечно, Россия не отрицает воровство детей. Сама уполномоченная по правам человека Российской Федерации усыновила ребенка из Мариуполя. Да, я слышал о таком вопиющей случае. Это, кстати, детский та, которой выписали ордер на арест вместе с Путиным. она издевается над этим мальчиком, над этим ребенком. Она хвасталась тем, что сначала он отрицал все российское, пел гимн Украины, пацан, представляете? А теперь уже все парня сломали, и теперь он уже любит все российское, и говорит по-русски, и все у него якобы хорошо. Кстати, это она рассказывала сама, что вот так вот они сломали этого мальчишку, которого она усыновила. Дума Италия и Испания уже потирает руки, ожидая озвучивания этого документа о вирусе. Я бы хотел, чтобы озвучили настоящую версию не лайт, а то Си уже возомнил себя хозяином не только всея Руси. Неужели Европу это не настораживает? Или они до сих пор в иллюзии живут? Дело в том, что я согласен с вами, что и европейские страны, которые больше всех пострадали особенно экономически от этого вируса, они потирают руки. Но поверьте, у европейских стран есть еще один рычаг в руках, который может быть даже похлеще, чем репарации за ущерб, нанесенный вирусом, штаммом вируса COVID-19. У них есть еще торговый оборот с Китаем. И видите, даже Путин не ожидал такого эффекта. Путин думал, что он посадил на газовую иглу всю Европу и на нефтяную. И никуда Европа с этой иглы не дернется. А Европа рискнула и дернулась. И сегодня Европа не покупает российский газ. И цена газа в Европе уже падает ниже отметки, чем довоенная. И идет тенденция к снижению, потому что переизбыток. Кстати, сегодня, 22 марта, это же, по-моему, день весеннего равноденствия, если я не ошибаюсь. Так вот, в некоторых европейских странах закончился отопительный сезон. И с сегодняшнего дня газовые хранилища начинают наполняться. Это при том, что они не были опустошены за эту зиму, потому как зима была очень теплой. И поэтому Европа может, раз они побороли зависимость от газа и нефти российской, то, поверьте, Европа легко справится от зависимости в китайских товарах. И в Европе, между прочим, выполняя социальные программы, не разрушили полностью экономику, не закрыли заводы. Именно в результате социальных программ, для того, чтобы сохранить рабочие места для своих граждан, европейцы оставили все предприятия, которые были ранее на территории Европейского Союза. Поэтому, допустим, если какая-то фирма, там, N, с названием там, любая фирма, прекращает производство своих товаров в Китае, то, поверьте, у этой фирмы есть заводы по производству этих же товаров в Европе. Они работают. Да, их доля маленькая, но ее можно нарастить. Работающее предприятие всегда легче разогнать в плане производственных мощностей. И Китай тогда схлопнется, если Европа начнет переносить свое производство опять на территорию Европы. А у Европы есть для этого база и основания. Так что, Европа может крутить Китаем как угодно, как только им заблагорассудится. Ну что ж, на вот этой оптимистической ноте, мы сегодня закончим с вами видео, наше видео по оперативной обстановке. Я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю тех, кто не подписан, подпишитесь. Все, кто смотрел это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Отдельная благодарность спонсорам, тем, кто помогает каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в Збройные Сили Украины. Перемога наша, слава Украине!